НАТО в поисках врага с постановкой диагноза истерия в острой фазе. В начале декабря прошлого года Джо Байден заявил, что после взятия Украины Путин нападет на союзников США по НАТО. У страха это, конечно, глаза велики. Только это уже не страх, это истерия. Как они публично заявляют стратегического поражения России, не думаю, что это находится в национальных интересах на Минске Штатов. Это первое. Второе. Президент любой крупной страны, натовской страны, тем более, единственное, хозяина НАТО, США являются хозяином НАТО. Это их задний двор, все НАТО или вся организация НАТО. Не может не понимать, что в России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного воевать со странами НАТО. Очередная и острая фаза – серия учений объединенных вооруженных сил НАТО и вооруженных сил США. Стойкий защитник 2024. В учениях задействованы многочисленные воинские контингенты всех государств-членов НАТО. Участвует в них примерно 90 тысяч военнослужащих 31 страны Альянса и претендующий на членство в организации Швеции. Основные районы проведения учений намеренно сосредоточены у белорусских границ – в Польше и странах Балтии. Я бы сказал, что большая разница по сравнению с тем, что было год назад, заключается в том, что в вооруженных силах и оборонных организациях произошло много событий. А вот чего оно произошло в наших обществах, так это понимание того, что не только военные должны быть способны действовать в условиях конфликта или войны. В них будет участвовать все общество. Нравится нам это или нет? Я не говорю, что завтра все пойдет не так, но мы должны понимать, что мир не является непреложным фактом. Именно поэтому у нас есть планы. Запад регулярно разжигает истерию среди граждан своих стран, предупреждая якобы возможность скорой войне с Россией. Западные европейские СМИ и эксперты пророчат, что в дальнейшем страна отправится завоевывать весь мир. Однако президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ничего подобного в планах страны нет, но она готова к любым выпадам НАТО. Испанская газета сообщила, что условным противником Альянса на пять месяцев станет несуществующее государство от САСУС, очень похожее на Россию. И констатировала, мы стоим перед новой ярой конфронтацией. Учение «Стойкий защитник» 2024 имитирует начало Третьей мировой войны. Как бы ни сложилась далее история выдуманного государства, вооруженные силы Российской Федерации и Республики Беларусь постоянно готовы ответить на любую агрессию. Вашингтон и все прочие столицы стран НАТО постоянно находятся под прицелом ядерных боеголовок российских, неотразимых, межконтинентальных, гиперзвуковых и крылатых ракет. Без иллюзий. Ни я, ни вы лично ничего не значим по сравнению с тем, что значит для нас суверенная и независимая Беларусь. Мы ее должны защитить своим трудом, кровью, потом и своей жизнью. Мы должны защитить. Для того, чтобы защитить независимое, суверенное государство, в котором обеспечены величайшие ценности, мир и стабильность, в Беларуси создан надежный гарант безопасности. Эффективные, высоко подготовленные, оснащенные современным вооружением и военной техникой вооруженной силы. Проводится серьезнейшее укрепление отечественной системы ПВО, средств радиоэлектронной борьбы, ракетных войск и артиллерии. Большая работа ведется и по развитию оборонно-промышленного комплекса. Конечно, мы знаем свои сильные стороны, но важнее посмотреть, где следует доработать. На свои слабые места, где надо усилиться, исходя из современных реалий. Мы должны быть максимально готовы к нейтрализации рисков и угроз. Сложившиеся ситуации на границе, а также росту напряженности и дестабилизации ситуации в мире, виноваты страны блока НАТО, США во главе. За 75 лет своего существования альянс в качестве якобы гаранта мира и демократии развязал более 100 войн и военных конфликтов по всему миру. НАТО в свое время лезло столько ей понятной демократии во многие азиатские государства. Ирак, Иран, Сирию, Ливию, Афганистан. К чему привела эта демократия? Мы прекрасно знаем. Разрухи, подбежкам, войне, нищете и массовым потоком беженцев в другие страны. Все, на самом деле, для понимания не так сложно. Экономические проблемы налицо. Значит, конкурентоспособность производства знаменитого германского падает. Издержки растут экономические, социальная нагрузка растет. Германские фермеры выходят на улицы. То есть, по идее, сначала должен перевернуться мир, потом германские фермеры должны выйти неторопливо на улицы. А они вышли на улицу. То есть, чаши терпения полностью переполнены. Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации? Будь то страны Прибалтики, будь то Германия. Наверняка последуют еще какие-то страны. Лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе. Тем более, в условиях, когда его разбудили и так далее. Свежий пример. В Румынии начались работы по расширению 57-й авиабазы ВВС. В результате чего в стране появится самая большая военная база НАТО в Европе. По данным СМИ, Румыния инвестирует в проект 2,5 миллиарда долларов. Отмечается, что площадь нового военного комплекса будет составлять 2,8 тысяч гектаров. При этом проект предусматривает расширение инфраструктуры аэродрома. Также здесь будут расположены административные и социальные объекты, школы, детские сады, магазины, кинотеатр, больницы. Планируется, что в городе будет жить около 10 тысяч солдат НАТО с семьями и вспомогательным персоналом базы. И физически, и географически эта система не может подорвать потенциал российских сил сдерживания. Эта система носит лишь оборонительный характер. Мы не смогли бы применить ее для нападения, даже если бы захотели. В общем, что бы там ни говорил сонный Джо про мировую угрозу и русские атаки, это все еще раз подтверждает тот факт, что нагнетание страха вокруг союзного государства – главный фактор, который сплачивает НАТО, а еще оправдывает его существование. Развертывания про НАТО, безусловно, представляют угрозу России. Соответствующие меры со стороны Москвы принимаются. Лязгать оружием и играть с мускулами – это клиническая картина, характерная для стран-альянсов. Только это уже не политика. Это болезнь, которая пока, увы, не лечится. НАТО, как метастазы опасной болезни, бесконтрольно расширяется на восток. Внутри организации создаются группы русофобские настроенные в государстве, толкающих альянс на конфликты с Россией. Размещаются новые виды вооружения в новых странах альянса, в том числе на территориях, сопредельных с Республикой Беларусь. Все это накаляет и без того неспокойную обстановку в Европе. Кому все это НАТО? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова